Продолжение следует... 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 Соборы были в 4 веке, в начале 4 века был Никейский собор в 325 году. И затем вторую часть, уже в том виде, в котором он есть, из двух частей, приняли на Константинопольском соборе через 50 лет, уже в конце 4 века. И Константинополь, знаете, как по-другому называли? Как по-другому Константинополь называли? Царьград. Царьград. Поэтому этот символ веры называется Никея Царьградский. То есть из двух вот этих городов, в каких произошли соборы. А что такое соборы, которые принимали вот эти основы нашего христианства? Ведь по каждому слову, по каждому пункту шли споры, аргументы. Там такая была арианская ересь, и так долго с ней боролись. Это там даже в какой-то момент этот арий, был такой епископ, он даже победил, убедил. И это был вообще очень крупный раскол в церкви, арианство. Многие присоединились к этому мнению, а вот учение о Троице было не такое. Вот мы, вот как здесь написано о Троице, все исповедуем, верим. А тогда вот чуть-чуть вот не так, что-то не так. И уже шли споры, десятилетиями шли. Люди, богословы там книги поднимали, толкования изучали, чтобы прийти. И к каждой букве, к каждому слову, чтобы не убавить, не прибавить, чтобы не было никакого повреждения. И, наконец, вот они вот это создали, полностью осудили арианскую ересь. И в таком виде он существует с четвертого века. У нас сейчас какой идет век? 21-й, 19-й было еще давно, до революции было 19-й. Лера, поправь так платок, он свалился сильно. Вот, представляете, сколько веков прошло? Четвертый и 21-й, это сколько разница? Кто посчитает 8-й? С четвертого по 21-й? 17-й. Сколько? 17-й. 17-й, не 7? А 17-й? 17-й, 17-й, 17-й. Как она сказала, лет? 17 веков, то есть столетий, представляете, 1700 лет назад это было. И мы вот этим пользуемся. А соборы, это что такое соборы? Вот говорят, это на соборе решили, такой это собор прошел, собор, что такое соборы? Леонида молчит у нас, Леонида. Ну, как думаешь? Вот собрание. Собрание, правильно, собрание. Кто собирается? Люди. Люди. Просто люди или какие-то необычные христиане, верующие люди собираются? А еще кто как думает? Вот просто люди собрались и говорят там, ну давайте сейчас догматы церкви выведем, чтобы вот какие были. Или это какие-то необычные люди собираются? Это священники, епископы. Священники, епископы. Вот епископы собираются, все епископы церкви когда собираются, сейчас тоже соборы, вот там Московская Патриархия проводит, например, собор собрали, там что-то, какие-то решения принимают. Все епископы, митрополиты, богословы, вот они там собираются, они не просто решили, там выступили и приняли, они молятся. Перед тем, как что-то принять, идет молитва, обязательно молятся, чтобы Господь на сердце положил. А как правильно? И после моления они это все принимают, дискуссии, аргументы, свои речи говорят и создают тот или иной какой-то там документ. Вот тогда это был символ веры. Кстати, католики пользуются таким же символом веры, не ке цереградским. Единственное, у них они еще добавляют так называемое филиокве. Что это такое, не знаю. Это мы, у нас пункт такой, мы сейчас дойдем на него, что... Давайте, когда дойдем, я вам про него скажу. Давайте. Так, читай второй пункт. Тысяча восемьдесят пункт. Во единого Господа Иисуса, Треста, Сына Божия, Те народного, Иже От Отца, Рожденного, Иже Отца, Рожденного, Иже Всех, Пять. Святого Отца, Бога Истина, Иже Отца, Рожденного, Иже Всех, Пять. Давай по-русски, громко. Вот смотрите, первый пункт был про что? Про, Тарас прочитал? Про Бога Отца. Первый пункт, самый первый, кто из Святой Троицы? Бог Отец, так? Бог Отец. Троица единая, но она в трех лицах. И первое лицо, Бог Отец. Тарас прочитал. Творец неба и земли. Вот как мы его понимаем. Второй пункт, сейчас Леонида по-русски будет уже его читать, про Бога Сына. Читай. Как мы верим? Кто такой Бог Сын? Как мы в Него верим? Давай. Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего. Батюшка. 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 Им же все сотворено. То есть, смотрите, что здесь об Иисусе Христе сказано. Об Иисусе здесь, вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть пунктов. Смотрите, о Боге Отце первый самый главный пункт. Дальше идет шесть пунктов о Христе. Христос. Это самая главная личность, Христос. Потому что Он пришел ради нашего спасения. И здесь об этом сказано. Он был единородный. Вот единородный Отцу. И рожден прежде всех век. Вот это тоже было очень важно. Прежде всех век рожден. То есть, Он рожден не тогда, когда от Девы Марии. А от Девы Марии Он не рожден, Он во человечице. То есть, уже в виде человека явился. Но Он существовал и до этого. Понятно? Это очень важный тоже пункт. Что Он прежде всех век уже существовал. Свет от Света. Какой свет от Света? Про кого говорится здесь? Огнюшка. Христос это. Свет, а рожден от кого? От Света, от Бога Отца. То есть, Свет от Света. Бог Истинный, от Бога Истинного, рожденного, не сотворенного. Одного существа с Отцом, им же все сотворено. Почему Он сотворен? Соска очень вредна. У него все время желудок вырабатывает. Пустое. Потом трудно рот закрывать будет. Еще никто не пострадал сильно. Так. Почему не сотворен? Он от Бога Отца рожден. Почему не сотворен? И одного существа. Ну потому что Его нельзя сотворить. Это же Бог. Как Его можно сотворить? Он от Бога. От Бога Отца рожден. Бог Отец его как бы не сотворил. Понятно? Здесь говорится не сотворенного. И одного существа с Отцом, им же все сотворено. Следующий плод. Кто у нас там? Давай, Агнюша, читай. Третий. Давай сразу по-русски. Вот этот. Ради нас. Ради нас, людей. Ради нашего спасения, шедшего с небес. И принявшего плоть от Духа Святая. И Мария Дева и Старшего Человека. Здесь все понятно, да? Что Он спустился на небо ради нас. Ради нашего спасения. И принял плоть. То есть Он был на небе, а здесь Он уже воплотив. То есть в человеческом теле воплотился от Духа Святого и от Девы Марии. И стал человеком. Понятно? Следующий, Лера, читай. Четверкий. Сейчас по линии следующий, пятый, прочитай. Аксюша, читай. Пятого же за нас. За мы прием. По-русски читай. Распятого же за нас. Распятого же за нас. Распятого же за нас, препаратистов, пилатистов, и страдавшего, и покринянного. Здесь все понятно? Что Он был распят. Здесь вот говорится, откуда Он был до того, как родился. Дальше. Он родился от Духа Святого Марии Дева. И следующий пункт, он был распят, опять же, вот за нас. Не просто он распят, был препаратистов, пилатистов, нет. Распят за нас. Это по-славянски распятого же за мы. За мы. То есть мы это мы, за нас, да? За мы. Дальше. Дайте Полине пятый пункт прочитать. Покажите ей, где на русском языке. И воскрешивав третий день согласно Писанию. И воскрешивав третий день согласно Писанию. А по Писанию? Почему написано по Писанию? Это значит что? Согласно Писанию воскрешивав третий день. Что-то предсказано было пророчество. Правильно. Потому что по пророчествам он должен был воскреснуть. И это пророчество исполнилось. И он об этом сам говорил. Помните ученикам, да? И это пророчество исполнилось по Писанию. Так? Так, следующий. Ксюша читает. Шестой пункт. То есть он вошел потом на небеса. Помните, когда было вознесение, да? Вернулся на небо и сидит по правую сторону от отца. А по-славянски это смотрите. И сидящая одесную отца. Одесную. Понятно слово одесную? Что такое десница? Правая рука. Правильно. Правая рука, десница. А одесную, значит, справа со стороны правой руки. То есть по правую руку сидит боксы от отца. С правой стороны. А кто знает, как левая сторона? Или как слева сказать? Вот кто слева сидит? Сказать, а я сижу слева. Жена сидит от мужа слева. Ну, правая одесница, вы знаете, а слева? Справа одесную, а слева ашую. Свет сказала. Ашую. Дальше. Ксюша. Ксюша уже прочитала. Ливия теперь. И снова грядущего со славного, чтобы сидеть живых и мертвых. Его же царство не будет конца. Слышите? То есть говорится о том, что он еще будет снова грядущего. Грядущего. То есть он снова вернется. Во славе уже вернется. То есть будет, здесь говорится, о втором пришествии Христа. И зачем он уже первый раз, смотрите, он сошел с небес, чтобы нас ради, чтобы спасти нас, распялся за нас, мы прочитали. А теперь что? Для чего? Чтобы судить живых и мертвых. Уже чтобы судить. Суд будет второй раз, он придет сюда. Для суда. Его же царствию не будет конца. Читай, Полин, скорее. Это уже запели. И в Духа Святого Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего. Здесь еще у нас мы поем, здесь выкинули это слово. И в Духа Святого Господа Истинного. Господа Истинного. Дальше. И в Духа Святого Господа Истинного, и же от Отца Исходящего, и же с Отцом и Сыном, и поклоняем, и славима. И славима. Глаголоша, то есть говорим. Главлившего через пророки. То есть и третье лицо Троицы, это у нас Дух Святой. Мы дошли до Него. Бог Истинный, Господь Истинный, который дает жизнь Животворящей, то есть дает жизнь. Всему Живому дает жизнь. Он от Отца Исходит, и с Отцом мы Ему и Сыном поклоняемся. Вот здесь как раз католики, что еще вот это добавили филиоковы, что мы православные понимаем, что Дух Святой исходит от Отца. А они еще добавили, что Дух Святой исходит от Сына еще. Понятно? Вот. В этом мы с ними не согласны. Вот это называется филиокви. Разногласия с католиками. А так они признают это. Ну и то даже не все католики филиоквы добавляют. И дальше я прочитаю. Дальше о церкви, о крещении, о воскресении и о вечной жизни. В единую святую соборную апостольскую церковь. То есть мы веруем, что существует апостольская церковь. У нас было целое занятие посвящено церкви, что такое церковь. Апостольская, то есть идущая от апостолов путем преемства. И признаю единое крещение для прощения грехов, для оставления грехов русских, для прощения грехов. Ожидаю воскресения мертвых. То есть мы верим, что все мертвые воскреснут. Правильно? Что мертвые на самом деле не умерли, они воскреснут. Но только как они воскреснут? Для жизни вечной или для мук вечной? Да? Все воскреснут. И будут вечно либо страдать, либо находиться на небесах. И жизни будущего века. Аминь. То есть и жизнь, и вечная жизнь будет. Что воскреснут, и будет вечная жизнь. Вот в этом мы верим. Аминь. Значит, истина так. Обязательно добавляем аминь. Вот как мы не успели, нам надо было написать тема урока. Символ веры. Теперь вы знаете, хотя бы запомните просто, в каком веке он был, напишите, символ веры. Просто слово, тема, символ веры. А, просто писать. Ты дома напишешь, ты долго пишите. Маме скажу, она тебе дома продиктует. Символ веры. Напишите, четвертый век римскими буквами. Палочка, потом галочка. Вот, век. Слово век. В четвертом веке было создано. Вот. Ну и, наверное, напишите, что вы здесь кратко можете написать. Ну, Никея цареградский. Символ Никея цареградский. Ну и уже устно вы запомнили, что принят он был на собора. Непростые люди принимали и, говорят, выдумали. Ничего здесь выдуманного нет. Здесь путем долгих исканий, поисков, молитв, был создан этот символ веры. Ты дома напишешь. Все. Страдочки собираем. Меня давайте я их занесу, а вы сразу в страну верите. А вы потом вот разберете их. На стол положу. Кучки, если я их убираю, они для меня. Вера, пошли. Тихо, не надо. Тихо, не надо. Тихо, не надо. На моё, ш�и церегу. И правдハ. Благословите, Господи! Благословите, Господи, вся тела Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите, Господи, вся тела Его, на всяком месте владычество Его. Слава, Отцу, Сыну и Святому Духу, имени и пресно и велики веков. Аминь. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его, благословите, Господи. Благослови! Благослови! Жизнь!